Всем привет! Сегодня у меня небольшое видео про продолжение той темы, которую я уже затронула. Странности английского быта. Вот хочу вам показать машинку, которая есть во многих английских домах. Называется она по-английски Dichimidifier, а по-русски просто осушитель воздуха. Давайте ее включим. Видите, сразу показывается влажность 77 процентов и это в доме с отоплением. У нас еще есть печка, на которую мы периодически разжигаем камин точнее. Вот такая вот особенность. Если не пользуется вот этим осушителем воздуха, то возможно там у вас появится плесень на стенах. Хочу сказать, что эта особенность мне не нравится, потому что нужно тратить на это дополнительные деньги, дополнительное время и заниматься осушением воздуха. Вот так. Хочу вам еще показать в шкафу еще одну особенность, которая тоже связана с влажностью воздуха. Иногда в английских шкафах. Кроме одежды. Моя новая куртка. Мне она нравится, пуповая. Хочу вам показать вот эту вот особенность. Вот что еще у меня стоит. Вот такая вот штуковина, тоже осушитель воздуха. Достанем ее. И вот, смотрите, он постоял. Видите, сколько жидкости образовалось. И такие гранулы сверху, они растворяются, когда жидкость всасывается, и эта жидкость вся стекает на дно этой баночки. Вот видите. То есть, если бы я эту баночку тут не поставила, влажной шкафу была бы выше. И вот это вот тоже особенность английского быта. У моей свекрови такие баночки стоят, у моих знакомых стоят, у моих друзей. Я, правда, не всех опрашивала, надо спросить у оставшихся, у кого не спросила. Но вот это вот особенность. В каждом магазине вы найдете разных дизайнов. Вот такие вот баночки, коробочки. Есть многоразовые, есть одноразовые. Вот, вот так вот. А вот еще вам покажу новую особенность английского быта в связи с повышением цен на отопление. Вот, купили вот такие вот маленькие. Это даже не одеялко, а такая подушечка плоская с подогревом. Мы собираемся понизить температуру на термостате, но вместо этого мы купили дрова, я вам показала уже. И вот купили такие вот штуки, которые должны тратить меньше электроэнергии. Вот, допустим, если мы сидим, смотрим телевизор, зачем нам отапливать вот, например, кухню и все остальные комнаты. Поэтому будем опускать термостат ниже и будем вот пользоваться вот такой вот штукой. Давайте откроем, посмотрим, сейчас вам покажу. Давайте проверять. Положила я ее на диван, положила на подушечку, вот так вот можно включить. Уже включила на трешку, можно включить на два, на один. Давайте нагреем быстренько. Становится теплая очень быстро. Вы знаете, уютно будет смотреть телевизор вечером, можно положить это на коленки и термостат свой можно опустить на пару градусов ниже. Ну вот, так вот будем тоже греться. Следующая необычность в Великобритании, в частности в Англии. Я живу в Англии, поэтому английская розетка. Вот смотрите, вы уверенно уже видели их, но я хочу объяснить тонкости. Считается она самой безопасной, кстати. Во-первых, тут есть предохранитель. Во-вторых, тут несколько сразу заложено вещей, которые обеспечивают безопасность. Вот, например, для детей. Смотрите, вот этот вот, давайте ручкой покажу. Вот эта вот часть, самая длинная, это заземление. А вот эти вот две части, по-моему, по-русски называются фаза и нейтральная, нейтральный штекер. Так вот, обратите внимание, вот эта вот часть у той части розетки, которая опасная, например, для ребенка, вот эта вот черная часть это не проводник. И когда, например, вы вставили штекер частично в розетку и ребенок еще может дотронуться, например, вот пальчиком здесь, то его не ударить током, потому что это не проводник, там нет напряжения. Дальше, сейчас я спущусь под стол и покажу вам еще одну интересную вещь. Вот этот вот длинный штекер, который заземление, он открывает специальные шторки для фазы и для нейтрального штыря. То есть вот, например, если ребенок пытается взять ручку металлическую там или стержень какой-то и засунуть в дырку, где есть напряжение, он не сможет это сделать, потому что там есть шторка и которая откроется только с помощью вот этого длинного штыря. Давайте спустимся под стол, я вам покажу. Под столом тут мне не очень удобно. Смотрите, вот тут вот залазит этот самый длинный штырь и вот тут вот шторки. Не, не знаю видно или нет белый пластик. Вот туда вы ничего не можете засунуть. Видите, шторка там. И вот этот вот нейтральный штырь открывает две шторки. И еще есть, кстати, выключатель на розетке английской. Тут вот для того, чтобы добраться до предохранителя, надо раскрутить вот эти вот три шурупа. В других, во всех приборах специально есть дверца для предохранителя. Сейчас вам покажу. Вот смотрите, еще один прибор. Видите, красная дверца для предохранителя. И вот тут вот сейчас хорошо видно, тут черненькая это часть, которая не является проводником. Так что, когда говорят, что английская розетка самая безопасная в мире, мне кажется, это правда. Еще одна необычность, когда вы заказываете окна, мы меняли окна, то вы не можете заказать окна, вот например, с такими частями, которые не открываются. Вот эта вот часть не открывается. Обязательно нужно, чтобы были части, через которые вы можете вылезти наружу, вот как это вот. В случае пожара это безопасность, поэтому обязательно должна быть часть, которая открывается. То есть я знаю, что в других странах вы можете поставить какие хотите окна, а здесь нужно ставить так, чтобы одно окно обязательно было для того, чтобы можно было выпрыгнуть в случае пожара. И еще, на мой взгляд, большая необычность это то, что вот живя в деревне, видите, у нас одна дверь наружная, стеклянная и стекло с потолка и до пола. Видите, я помню, в нашей квартире было по две двери. Вот тут одна дверь. Еще, конечно, необычность это вот такие вот клапаны, я не знаю, как сказать, через которые постельон вам засовывает почту. Видите, открываю, там щеточка такая, и через это залезает почта. Когда я сюда приехала, меня поразил минимализм в мебели. Англичане не любят большие какие-то шкафы, стенки. Любят вот комод. Обычно у всех есть комоды. Дальше полка для телевизора. В каждом английском доме есть. А еще никто не пользуется гардинами здесь. У меня, правда, везде жалюзи, а вот в спальне у меня шторки. Так вот, у меня нету гардин. Видите, одна рельса. Окна надо мыть. Заметила. Вот смотрите, одна рельса, нет никаких гардин. Но для меня лично еще одной необычностью, знаете, что является. Так как я человек городской, у меня даже ни бабушек, ни дедушек, никого в деревне не было. Жили в городе, не было ни дачи, ни сада. Поэтому для меня здесь необычность это сад. И эта необычность мне очень нравится. И еще необычно для меня здесь погода. Вот сейчас пару дней будет ноябрь. У нас вот в настоящий момент плюс девятнадцать. Очень тепло. Ну, я с вами прощаюсь. Всего самого хорошего. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok